МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы должны понимать для себя, чем явнее Божье присутствие, тем быстрее приходит молодежь. Есть прямая связь между проявленным присутствием Божьим и скоростью прихода наказания. Я ясно не делюсь. Почему? Должна быть какая-то логика. В общем, это. Или нет? Есть связь, есть связь. Чем явнее присутствие, тем быстрее наказание. Почему? А когда его присутствие неявное, то он не святой. А что тогда поменялось? Я... Ну, послушайте, послушайте, мои хорошие. Я же объясняю достаточно простые вещи. Я говорю, если вот так, то вот так. А если вот так, то вот так. Время так. Что это? Ну, вот объясняй. Чем больше присутствие Божье, проявленное, тем быстрее приходит наказание. Чем меньше присутствие, наказание может быть растянуто во время. Что значит слово «сочетание» и «наши отношения»? К чему? Здесь наши отношения и здесь наши отношения приводят к наказанию. Но здесь время короткое, а здесь время может быть тменее. Почему? Ну, а я понял, какие идеи отвечу. Скажи мне, пожалуйста, ты давно верующий? Ну, сколько? Сколько? Отлично. За этот год успел соврать? Она не из Афира? Она не из Афира. Один раз попробовали, умерли тут же. Я не верю, что это? То есть года не протянули. Один раз – и все. А у тебя за год несколько раз. Еще быстрее? Сколько? Раз – и все. И я думаю, не на небесах. Какие идеи есть? Чем ядни, проявленные присутствие Божие? Послушайте, мои хорошие, есть некая проблема в ваших рассуждениях. Она сводится к следующему. Вы сейчас достаточно близкие? Да. А отходишь туда в вооружении, чем ближе? Если он всегда с нами, то есть его близость, в общем-то, видит его. Я разве о близости вообще говорил? Я сказал, повторил слова, которые прозвучали так. Когда я говорил об этом, я о близости, что-то говорил? Я говорил только о проявленном присутствии. Я о близости ни слова не сказал. Я сказал о проявленном присутствии Божьем. То есть, когда мы видим явные чудеса, знамения. Израиль шел, Бог проявлялся. Проявлялся? Сверху, впереди чудеса, знамения, манна. Это, можем мы сказать, проявленное присутствие Божьего. И когда Израиль роптал, долго вообще они там ждали наказания. А верить не надо было вообще. А что тут верить? Смотрим на новозаветную церковь. Как с проявленным присутствием Божьем? Было там такое вообще? Чудеса? Апостолы ходят, исцеление направо и налево. Петр идет, тень вообще касается, все исцеляются. Это не проявленное присутствие Божьем? Проявленное присутствие Божьем? Она не из Сапфира, а решили пошалить. Долго же было наказание? Вопрос. Что мы можем увидеть? Чем сильнее его присутствие, тем быстрее наказание. Почему? Да, хорошо просто. А? Я согласен. Продолжение заключается в том, замечу, я не говорю о отсутствии Бога. Ваше утверждение говорит, что он отсутствует. Я правильно понимаю? Ну, если нет присутствия, то он отсутствует. Ну, если бы вы были правы, то его наказание, оно должно было бы приходить в обоих случаях с одинаковой скоростью. Но он же присутствует в одном случае и во втором случае. А ничего не может не святого, собственно говоря, находиться. Ну, тогда скорость наказания одинакова. Окей. А в одном случае терпеть не может, а во втором долго терпели. Хорошо. Тех желал, а этих не очень. Вообще, понимаете, в чем дело? Проблема заключается в том, что вы сосредотачиваетесь вообще не на том. А во что же верить? Уже ничего не надо. Уже верить не надо. Если человек явно видит Бога и грешит при этом, отрицает, но он пренебрегает явно Богом. Это открытие Божьей. Да, ну, вы представьте, он присутствует здесь явным образом, Христос приходит сюда явным образом, являет свою славу. Да ладно, ладно, отстань, не мешай. Мы тут своими делами занимаемся. Давай нам немного погрешить. Понимаете, о чем я говорю? Я поэтому несколько раз акционировал внимание на проявленном Божьем присутствии и пренебрежением проявленного Божьего присутствия. наступает. Почему? Потому что он явил себя. Он проявил себя таким образом, что уже сомнений нет. Что уже и вера особо не нужна, потому что он вышел. Ну вот, вот, вот он идет, вот мана падает. Они говорят, ну, что-то именно нам не так. А, в этом смысле? Вы, значит, не так. Вы думаете, что я нахожусь на службе у вас и удовлетворять должен любой ваш каприз и любую прихоть. Да, захотите? Не вопрос. Сейчас будем. Организуем. Организовал? Наелись? Не понравилось тоже. Понятно, что я говорю? Итак, что мы еще увидим? Мои хорошие. Ну, ну, чтение. Да, конечно. Как раз вот поэтому. Моментальное наказание. Не-не-не-не-не-не-не-не. Подождите, подождите. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Послушайте. Да не вопрос в оттягивании наказания. Дело в том, что если вы не имеете понимания о явном присутствии Божьем, у вас может быть размыты какие-то границы, вы что-то еще не поняли, вы не до конца осознали. Здесь вопрос, но вашего непонимания. Вашего непонимания. И Бог говорит, послушайте, горе тебе Исаида, горе тебе Хоразим. Потому что если бы силы, явленные в Кире и Сидоне, были бы явлены, если бы те силы, которые явлены в тебя, были бы явлены в Кире и Сидоне, то они бы покаялись. Поэтому тебе горе. Почему? Потому что ты увидел в этот верх. Те покаялись, были, но у них не были они явлены. Очень интересное место, кстати, на Уже. Что Бог являет некую меру, меру силы, или меру чудес недостаточную для покаяния. А большую меру он являет в еврейских городах, но она не приводит тоже к покаянию. И он говорит, ребята, у вас есть некоторая проблема, потому что вы в худшем состоянии, чем те. Потому что если бы там была явлена такая сила, они бы вообще покажут. А вы пренебрегаете. Говорит, вам горе. И те народы, те города выйдут и будут судить. Правильно понимаете? Ну, вот тут я бы не горячился, потому что на суд придут и те, и другие. Еще раз. Еще раз. Смотрите. Давайте мы так сделаем. Мы обратим внимание, что Бог явил разную меру чудес в разных местах, и явленная мера не привела к покаянию ни тех, ни других. Причем Бог говорит, я мог явить эту же меру в другом месте и эта мера привела бы к покаянию. не Но я ее не явил. Почему? Бог не шоу мере. он не будет устраивать шоу, чтобы вас привести к покаянию. Для того, чтобы прийти к покаянию, нужно что? смеляет. Можно повторять мой вопрос? Наверное? А еще что-то надо? Ну, начни с веры. Сердцем правильности, а устами исповеди и спасения. Нужна что? Вера. Сердцем верует. И вот без этой веры все остальное извините меня. И вот разница. Будут явлены разные меры. И вот для того, чтобы покаяться, нужна часть, которая дополнит это. И эта часть называется вера. Но когда человеку явлена такая мера чудес или проявленного Божьего присутствия, а он пренебрегает, наказание придет достаточно быстро. Когда мы смотрим на искупительную жертву, на поясах, которые приносили евреи, им было сказано, принесите Агнца. И тогда ангел-губитель пройдет, и в ваших домах первенцы не умрут. Когда мы читаем эти местописания, меня это удивляет. Но по сути ничего другого на сегодняшний день не происходит. Что пришел и сказал Маше с Аароном? Никогда не думали на то, что они пришли и сказали? Послушайте, надо расчислиться по-семейски. надо взять ягненку и сделать нормальное барбекю. Ну, и шушить. Нельзя барбекю. Пожарить мясо на огне. Нормально? Идея, как ты говоришь? Сама идея, по-моему, неплохая. По-моему, идея пожарить мясо, в общем-то, неплохая. Я когда думал, слушайте, там вроде рабы дурят туда-сюда, там, между стандаром. А тут приходят люди, слушайте, давайте организуем всенародный пикник. Будем жарить мясо и есть его. Нормальная идея? Ну, если завтра кто-то выйдет вообще не скажет, ребята, давайте соберемся, пожарим мясо. Ну, так послушайте, давайте будьте нормальными людьми. Это нормальная идея, собраться, пожарить мясо. Ну, что тут плохого? Не совсем понятно, ну, чего там, горькие травы, туда-сюда, он думает, что эти специи будут как-то лучше помогать вкусу мяса. Ну, окей, ну, даже можно пойти и на это. С пресным хлебом, ну, ладно же, то что, главная, центральная вещь, какая у нас будет кровь, мясо, конечно, все равно может. Но там сокрушать кости нельзя, ну, ладно, он что-то знает. Может, у него новый рецепт, может, такой быть? Знаете, раньше были рецепты шашлыком, там мясо надо было замачивать с газированной водой, потом там с луком, потом с вином, потом там с уксусом, ну, разные рецепты бывают. Можно у него какой-нибудь новый рецепт? Говорит, да, кстати, говорит, кровью надо помазать косяки. А? Ну, да. А это зачем? Ну, вот, про мясо я все понимал. А про кровь все понятно. Ну, зачем? Ну, вот, сама идея пожарить мясо хороша, а пачкать кровью зачем в жилище? Ну, да, конечно, тем более зачем пачкать кровью? И я тоже. О, сказал дядь, это хороший английский. Сказал надо делать. Слушайте, сегодня происходит то же самое. Мы приходим и говорим, слушайте, ребята, если не примете Христа, все умрете. Если не исповедуете Его своим Господом и Спасителем, то что? Все умрете. разница я не понимаю, какая связь жизнь, смерть, исповедание, что-то вы мне говорите делать, ничего понять не могу. Какая связь? Слушайте, я не знаю, он так сказал. Если вы не сделаете, что? То же самое пришел и сказал, в общем-то, Моисей с Аароном, если вы не этого не сделаете, к утру ждите. разница между тем, что говорил Моше и тем, что говорил мы, в скорости, когда это наступит. Если не покаетесь, умрете. Ну, не утром может быть, хотя не факт, но в принципе что произойдет? Умереть. Мы говорим то же самое. Мы для этого мира такие же посланники, которые приходят и говорят, делайте так или, извините, будут проблемы. Наступают они несколько позже во времени. Там все было явно уже утром. Те, кто не послушали, познакомились с последствиями с утра. Вы слушайте, тогда Бог явно проявлял свое очень явно. И наказание наступило очень быстро. Здесь не вопрос о внешности, но всегда внешности. Я вам даже Боже скажу, он много милостей и долго терпелив. Но когда он проявляет свое присутствие таким образом, а человек пренебрегает, возникают некоторые сложности в жизни человека. Почему? Потому что он пренебрегает проявленным Божьим присутствием. Понятно, да? Окей. Итак, ответили для себя это почему? Потому что оно проявлено быстрее. Больше. Поэтому наказание быстрее. Поскольку здесь меньше, и наказание меньше. Людям надо больше времени чтобы понять, что происходит. Понятно, да? А он всегда одинаков. Опять, помним утверждение Бог не шоумен. Дьявол он шоумен. Он придет с великими чудесами и знамениями для того, чтобы пренести. А Бог пренещать никого не собирается. Понятно, да? Бог не собирается пренещать чудесами и знамениями. Я знал удивительные истории, в которых никто не покаялся. а Бог являл чудесами. Воскресенье измертвилось. И никто не покаялся. Ну, по крайней мере, тогда. Я знал одну историю, когда парень повесился, его жена видела, что он повесился, его... Ну, то есть, явное чудо такое было, потому что человек, который молился, он жил в соседнем доме. Жена нашла этого парня не сразу, потом, пока она спустилась, пока она начала звать, пока он пришел, пока не пошли на этот самый, на чердак. Ну, человек, уже все, давно, уже все, давно, все сроки прошли. Потом парень был очень продвинутый и умный. Он взял его за ноги и попросил ее перерезать веревку. Догадываете, что было? Он взял его за ноги, а она перерезала веревку. Да, только так. Он еще и голову ему разбил. Ну, нормально? Когда перерезает веревку и вы держите за ноги, ну, человек падает не так, он еще покойнику голову разбил. Ну, такая история была страшная. Он его начал поднимать, тот падал. Потом он вспомнил, как пророк уложился. И он распростерся над покойником. И что вы понимали, он воскрел. Если бы он не воскрес, я не знаю, жена, по-моему, могла подавать чут. Но все, что делал этот парень с этим трупом, ни жена, ни родственники, и сам этот парень не покажет. недостаточно было чудес. В воскресенье иногда не приводит никого к покаянию. Представляете по себе? Для нас бы уже, ну что, ну а что, ну, что более явное может быть? Такое чудо может быть еще больше, а недостаточно. Ну так, ну хорошо, ну воскресенье, ну и что? В церковь после этого идти, ну и что? Зачем это? Главное, чтобы Бог был где? Ну, это не главное, я вас обману. Не надо. Итак, возвращаемся к теме, что это у нас была. Хорошо уже, я думаю, известная картинка. Куда мы чаще всего обращаем свое внимание? Я уже несколько раз с вами это проделывал, уже больше не буду, вы уже грамотные, теперь знаете, ну куда надо смотреть? Ну, конечно, и это важно. И когда мы говорим о жертве, которую мы приносим Богу, очень важный момент был, который мы рассматривали, что сама жертва, сама жертва, она не имеет магического свойства. То есть, Бог не обязан ее принимать. То есть, нету такой некой жертвы, которая, ну, заставила бы Бога, жертва, ну да, теперь ничего не могу сделать, продыхаю, тебя слышат. Люди постоянно этим занимаются. То есть, этот поиск происходит постоянно. Если вы думаете, что он не происходит в середине новозаветных первых, вы ошибаетесь. В частности, чаще всего это происходит в момент сбора пожертвований. Понятно, да? Ну, у нас есть некие махинации с нашими пожертвованиями, когда мы надеемся, что это, вот именно эта жертва решит мои вопросы. Никто из вас не давал отречения Богу пожертвовать вот это, если он решит твою проблему. Никто не давал обещания, что вот точнее обещания, а жертвовал. Говорю, Боже, ты же видишь, ну, я же по-взрослому, я же не то, что так. Я по-нормальному, поэтому уже обрати внимание и все. Что, нет? Не постились никогда? Никогда не постились? Хорошо, а постились? Не для того, чтобы еще управлять. Не благоволение в каком-то узком направлении, нет? Я просто еще раз хочу понимания. У вас, значит, пост не связан с проблемами был никогда. А, был. А, все спасибо, я тогда одинаково друг друга поняла. То есть, обязательно деньги перестан. Иногда эта форма называется пост. Как, есть среди нас люди, которые знают, что дешевле вообще деньгами разойтись, меньше усилий. Что? Вы сейчас над чем думаете? Пост? не надо. Послушайте еще раз. Бога не впечатляют наши жертвы. Бога не впечатляют. Они служат для нас как инструмент смирения, послушания, выражения нашей зависимости от Него. Они нужны для меня, а не для Него. Вот теперь хорошо. Аминь. Ясно? Отлично. И что нас особенно интересовало в жертве под названием сосыжение, это то, что приобретал в человек благоволение до того, как жертва была собственно убита. Понятно? Абсолютно непонятные жертвы, которые существовали, это жертвы, связанные с искуплением. и очищением. Еще кое-как понятны жертвы, связанные с тем, что это меня приближает. Понятно, да? То есть мы разобрали в карман, это то, что приближает их, делает близким. Но кто-то не может объяснить, каким образом жертвы очищают. быстрее, да? Нет. Можешь объяснить? квартиру? Машину? очищение, очищение. Мы про очищение. Очищение это некая процедура, связанная иногда с тем, чтобы воздержаться от чего-то, а потом становиться чистым. иногда было связано с нынким ритуальным омывением с использованием тепла рожей пилиции. окей. Понятно, да? Понятно, как это работает? Ну, да, нет. Отлично, спасибо. Можно ограничиться, да или нет? Непонятно. Даже через веру непонятно. Хорошо, спасибо. Спасибо. Декамер, мы не спрашиваем, вообще никто не помил. Многие люди пытались, не получилось. Почему? Потому что достаточно странная штука, надо было помыть на чистом месте, а те, которые помили, становились нечистыми. Потом приходили другая порция чистых, которая становилась при собирании тоже нечистыми. А потом то, что делало нечистым, других освещало или очищало. Вообще непонятно. есть такие заповеди, которые понять нельзя. Сделать можно, понять нет. Да, ну, хорошо помните. Итак, понятие чистота это одно из понятий, которое не очень понятное. В частности, нас бы интересовало, то, что вы внимательно читали, я понял, 13-14 глава. догадываетесь, с какой книгой? Левитна. Вот. Вот. И здесь появляется абсолютно непонятная часть, которая называется «Он объявит». «Он объявит». Что угу? Да, да, я хорошо, вы согласны со мной, я понял, вы прочитали, хорошо, но, а в части «Объявит», что понятно? А что такое «объявит»? Расскажет всем, еще какая история понимания этого, что такое «объявит»? Что, что, что? «Провоззистили», а что это значит? Ну, «Провоззу»? Некая идея появилась, не рассказать всем, а сказать чем это является. Представим себе некую вещь, представим себе некую вещь, неважно какая она, и представим меня на месте священника того времени. Вот ваше мнение эта штука чистая или нет? А вы не священник. я спросил мнение ваше. Ну, все. это правильно, но его надо выставить. Ты правильно понял, что вообще ваше мнение не имеет никакого значения, а главное, что я потом скажу. что объявить ее мог чистой или нечистой, только смещение. У вас есть свое личное мнение, отлично, я не возражаю, я даже спорить с ней не буду, я просто скажу, какая она есть. Или нечистая, я же хитрый. Потому что некоторая аудитория скажет, а, что я говорил, я был прав. А мы не скажем, какая она. То есть у священника есть власть объявлять это либо чистым, либо нечистым. Понятно? И ваше мнение, ну, хорошая штука, не имеет никакого смысла. В этом смысле у раввинистического иудаизма есть определенная проблема. Пацаны, которые не являются священниками, решили объявлять, что это чистым или нечистым, не устанавливать какие-то правила, касаемые этого. А они просто права-то не имеют на эту тему рассуждать, тем более объявлять что-то. Это право было только у священников. хорошее добавление. Именно у непомазанных не было, то мы про кого сейчас говорим, про когда. Ну, а если он не был помазанным, то он был священником. Значит, у кого было право, а у большого священника, у которого нет служения, он был уже таким. Эй, зачем вам это надо было уточнение? Ну, к чему это было? К чему? Просто к чему? Итак, у нас возникает ситуация, все было хорошо, вот только в 13-м году, там кто-то покрывался полностью проказой, нормальный был парень, прокаженный, все было отличное, был нечистым, ну, все будет, ситуация понятна, вот мужик прокаженный, нечистый, все отлично, вдруг он достигает, я бы сказал, пика болезни, весь становится белым, его приводят к мужику, то, наверное, все отлично, смотри, как хорошо заболел весь, ну, ничего, весь белый, молодец, чистый, не понял, мужик, ты че молчишь, а ну, давай кричи, он говорит, я не знаю, что это кричать, я чистый, он говорит, ты что, плохо с утра взорвался, я говорю, да, претензий не ко мне, а к тому мужику, который обвинил меня, не вверху своим глазам, он сказал, что я чист, он объявлял человека чистый и объявлял человека не чистый, у него была власть, священнику была дана власть разделять чистое от нечистое, праздничное, от будничного, святое от не святое, это власть, которая принадлежит священнику, и, в общем-то, это та власть, которую Бог дал нам, служителям, или, скажем, верующим Нового Завета. Священодействие кто с этим выражается? Хорошо что? Власть хорошо? Или ответственность? Что из этого хорошо? Ответственность хорошо? Первый раз встречают человека, можно сказать, в котором... Дети, вот они считают, что ответственность хорошо, обычная, а взрослые, как правило, кто-то хочет на себя ответственность? какой-нибудь. Отлично. Вы хотите взять на себя какое-то ответственность? Мы сейчас найдем человека, который вам даст ответственность. Тут легко с этим. Вы только скажите, хочу ответственность. У нас есть буквально пару человек. Один, у нас декан есть. Безответственности нельзя, а хотите ответственность? Ну, понятно, да. Я же не спросил, что приходится. Я спросил, хотите? Я же качественно умею ставить вопрос. Хотите ответственность? Пожалуйста. Все, мы уже организовали, потом подойдите. вам все дадут. Вы сами попросили. Правда заключается в том, что лично я не очень люблю, когда на меня возлагают какую-то ответственность. Потому что я понимаю, что потом надо будет что-то с этим делать, а делать не хочется. Поэтому, я понял, вы другая, но пойдем навстречу, именно выйдем, дадим то, что вы просили. Все будет хорошо. Итак, священники должны священнодействовать, то есть разделять. И Бог наш это тот Бог, который, в общем-то, отделяет одно от другого. Ну, он тоже этим занимается. Он делил свет, к примеру, от тьмы. И сделал так, и сделал так. Праздник он делил от будет чистой, от святой, от и сидел. Ну, это Бог, да. Все это пришло с неба. И понятие чистоты неразрывно связано с понятием небес. Ну, это если не единственное. если мы говорим не о гигене, не о гигене, а говорим о библейском понятии чистоты, оно немыслимо в отрыве от Бога. Ты заметил это прочтение к Игрии. Не говори, да. Слушай, я попрошу сейчас показать где. Не, не, вот это не надо соглашаться на задействитель. Итак, еще раз, понять, что такое чистота в отрыве от Всевышнего не получится. и один из основополагающих принципов это отделение. Понять, что такое чистота без отделения тоже не получится. объясните, как это? Я понял, спасибо. Вы хотели мне приятно знать? Непонятно. Слушайте, давайте быстрее, то есть, ну, вы понимаете, если вы не понимаете, скажи, мужик, объясни, ты о чем сейчас вот это сказал. Я тогда буду объяснять, а так я пойду себе дальше, а вы не будете понимать, куда я пошел. Понятно, нет? Нет. Окей. Для того, чтобы понять, что такое чистое или нечистое, нужно отденьться от чего-то. Бог определяет животных, которые чистые и животных, которые нечистые. Он говорит, ребята, если вы прикасаетесь вот к этому, то вы будете нечистыми. А вот и к этому на здоровье прикасайтесь сколько хотите. Если вы наступили на могилу, вы нечистые. Ну, так вот получилось, до вечера. С утра будете опять чистыми. Но пока вы это сделали, вы будете нечистыми. Были определенные состояния у женщин, которые приводили женщину в состояние нечистоты. И он говорит, кстати, я хочу вам сказать, когда она находится в таком состоянии, не надо ее трогать руками. Не надо к ней прикасаться. Почему? Потому что она нечистая. Понять почему она нечистая, зачем она нечистая, как она нечистая. Да какая разница? Не трогай. Вот вы на некоторые товарищи в Африке рассказывали, что женщин, которые в определенном состоянии, их вообще содержат отдельно. А? не, они у них там отдельно от территории. И вот они там, пока они в таком состоянии, они находятся там. Когда они приходят в другом состоянии, их оттуда выпускают люди. А пока нет, они там сидели. Чтобы никто не дотронулся. И когда Таня решила пойти туда, они начали кричать, ты куда идешь? Стоять? Не трогать? Может, что-то им бросить, а трогать нельзя. Понятно, да? То есть чистота и отделение от чего-то это две вещи связанные между собой. Если вы храните себя в чистоте, то вы к чему-то не прикасаетесь или от чего-то отделяетесь. Это понятно? Хорошо. Делаем перерыв. То есть вам если вы не отделяетесь, то понимать чистоту вообще проблематично. Давайте вспомним одно местописание из Нового Завета. Когда апостол Павел обвиняет апостола Петра в том, что он живет как язычник. А как это он жил? Как он жил? Я понял. Как язычник. Как это? еще раз только мед я понимаю лей декан в общем-то ваш вопрос как правило не касается объясню немножко по-другому понимаешь как живут в Америке? Не понимаешь понимаешь как живут в Америке? Не понимаю кто-то был в Америке? Ладно в Польше был кто-то за границей кто-то был? Спасибо где Греция Греция которая все есть понятно как люди живут? А так как мы живем? Нет они живут так как мы живем? Нет они живут так как греки и когда ну вот кто-то скажет да ты живешь как в Греции лично я буду понимать о чем и внутри знаете что там вся страна по часам не понимает прям вот как понимает только нет ну то есть если вы пришли на час позже то вы вообще не опоздали вопрос я не про то хорошо это или плохо я про то что они так живут я приехал туда на американский завод по производству масел текс текс они там конвейер знаете что такое конвейер я говорю когда начинаем работать с 8 до 9 я говорю в смысле с 8 до 9 я заканчив заканчив работать тогда ну говорит в 5 до 6 я говорю это как ну говорит если в 8 пришел то в 5 заканчиваешь если в 9 то в 6 я говорю ребята это же конвейер это значит что вы с утра час не работаете и потом не работаете час хорошо это ну я я просто себе понять не могу это же конвейер то есть все участники процесса должны быть в одно время в одном месте а если этот пришел на час позже то этот который пришел на час раньше байдеки бьет этот час а потом он ушел и тот час тоже извините меня я говорю как это ну так вот живем и так живет вся страна так работают государственные учреждения это нормально это норма я говорю ребята а как так можно жить ты поживи лет 5 среди нас ты тоже будешь не понимать как вы так живете тебе уже будет нормально понятно как здесь но ненормально и непонятно как там откуда ты приехал как вообще так можно жить вот как надо жить итак понятно как греки живут и если вы будете говорить ты живешь как грек будет понятно о чем вообще речь но когда Павел обвиняет Петра да ты живешь как грек ну как язычник о чем речь язычник 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 никогда не думали а евреи только об этом и думали язычник молодец точно о чистоте евреи заботились о чем о чистоте о язычнике я вообще такого понятия не видел они об этом заботились о какой-то чистоте которая непонятна которая вообще язычники понимали поведение евреев нет то есть он говорит ты перестал дружище заботиться о чистоте понятно что я хотел услышать не то с кем он ел как ел это на самом деле вторично первично было то что он перестал заботиться о чистоте а это жить как это не греши это не есть свинину это еще он не делал никаких подобных вещей но живя среди этих людей он не мог соблюдать чистоту и перестал об этом беспокоиться а на ничего не третий ну может он беспокоился только не соблюда потому что он жил среди язычников и абсолютно справедливо было замечено ел с ними понятно да итак таким образом все становится не все просто понятие чистоты очень непонятное понятие и когда бог обращается к новозаветним верующим он говорит послушайте храните себя неоскверленными от мира он говорит не надо вам осквернуться то есть не надо делать некоторых вещей или прикасаться к некоторым вещам которые присутствуют рядом с нами для того чтобы нам не оскверниться нам нужно хранить свою чистоту не надо не надо ходить не надо ходить в определенные заведения не надо заходить в определенные магазины не надо потому что вы утратите свою чистоту да вы можете ее восстановить через определенное покаяние вы можете восстановить у вас есть способность восстановить чистоту есть такая способность но может лучше ее не терять понятно да далее очень интересный вопрос для понимания был закон данный хороший был закон данный богом для евреев закон который мы называем закон маше который был дан и согласно этого закона были ли люди выполняющие этот закон или исполняющие этот закон или исполняющие этот закон были ли люди которые исполняли этот закон нет были хорошо повторюсь да да нет быстрее вы подумайте я сейчас вернусь да а исполнивший этот закон исполнивший нет да нет да ну хорошо это правильный ответ спора нет остальные нет спасибо все да хорошо 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 отлично ну понятно да что-то произошло с ответом поменялся у тебя нет у тебя ответ был стабильный у тебя хорошо ты нет ответа в первый раз и нет соответственно во второй нет просто нет решения на самом деле вопрос в чем если бы я спросил вас были ли люди которые не согрешили да да конечно таких людей не было но были ли люди которые исполняли да конечно а вы других не знаете к примеру они должны были точно я понял вообще все должны были да а да а в новом завете вы таких примеров не знаете а я про новую а я в новом завете люди исполняют еще и легкий завет да еще родители и она они очень четко по правде законе непорочен и вопрос а ты же по правде законы они были не порочен ну павел пока себе да а они что не грешили скажите а как они могли тогда быть непорочен если они не грешили другие основы я правильно воспользовался был механизм восстановления праведности восстановления чистоты и праведности соответствует да конечно да да то есть он дает некий закон который позволяет человеку при том что он оступается восстановиться своей чистоте да и вопрос для чего же был дан закон чистоты хорошо ладно давайте спросим жестче для чего был закон дан о чистой и нечистой пищи для чего я предупреждаю хорошая идея только ересь ну на самом деле это неправильно это жестко неправильно только что вы шагнули смело широко в сторону языческого понятно что произошло а что сказали это отлично большое спасибо низкий поклон согласен все все не надо как раз читал не будем мешать практически продолжайте это в следующий раз аккуратно соглашайтесь итак в чем проблема проблема в том что если вы откроете девятую главу книги бытия вы узнаете что бог благословил всех потомков много кушат животных которые двигаются и это является частью благословения но тут бог выступает в роли врача диетолога который заботится о вашем здоровье ну или здоровье евреев а на всех остальных ему наплевать правильно то есть бог на службе у человека как это подождите но он же заботится о нас о тех гадах но обо всех он позаботился вот так ну правильно как он позаботился о всех еще раз я обращаю внимание на то что когда мы говорим что бога сильно очень интересует наш рацион питания то наверное мы не поняли что бога интересует если вы думаете что бог дал вам закон о чистой пище для того чтобы вы были здоровым и крепким и он сильно за это переживает то вы не поняли кто он все понятно ученый говорит он дал вообще человечеству возможность кушать все что движется без исключения и это было все благословение и с точки зрения иудеев что мы просто в курсе были я некоторого видны говорят что во времена Мошеха опять вся пища будет чистой как она была во время Ноха во время Ноха вся пища была чистой все можно было кушать все было чистым во времена Мошеха вся пища какая будет опять чисто здесь есть некоторая проблема а кто не все животные были чистые я прошу прощения он взял по какому признаку по какому принципу он решил приносить эту жертву этих не принеси а можно было принести кого-то другого нет ну наверно поэтому а вы помните что не ногу принадлежала инициатива написать примеру книгу бытие то я писал маша маша было известно понятие чистого нечистого она ну во всяком случае мы не можем утверждать о том что ему было это известно мы не можем жестко значение но и обратно утверждать нельзя но маша описал в тех категориях которые он понимал и он уже понимал что есть животные вот такого вида есть животные вот такого вида причем вот такого они точно запрещены пищу а эти разрешены но тот же самый но получил разрешение из нити кушать все без разбора значит не было понятие чистого нечистого для него все еще раз ему бог же разрешил кушать все и что дальше отлично согласен даже спорить не буду еще дальше скажите мне пожалуйста когда вы пользуетесь понятием чистого нечистого и с какой точки зрения вас это интересует прямом нечистая можно кушать нет спасибо за а чистое можно кушать значит какой критерий у вас оценки чистого нечистого это можно а этого я правильно понимал вас или нет ну чистое можно кушать усмеление они чистое нельзя правильно отлично какой критерий оценки нельзя правильно а ему все взял ну ему фанат чистое но или нечистое она может и нечистое но кушать можно если это понятно не знал уже можно было кушать все вы не помните чего я говорю с самого начала а этот принцип работает для нога а может быть чистота без отделения я ответил понятно да то есть вы бы были абсолютно правы если бы бог сказал это не трогай почему потом объясню нечисто но у него такого критерия не было да он знал вот этих 7 пар а вот этих одна все понял вопросов нет бог может даже сказать вот эти чистые а вот эти нечистые отлично а можем всех кушать можно а какая разница в а потом вот это отделение произошла извините меня намного позже а до этого да я думаю что даже авраам и цхак и яков мог кушать что-то страшное кошерное нечистое и при этом чувствую себя достаточно это я не думаю что им было знакомо понятие чистоты или нечистоте то есть то есть критерий основной чистое это отделено нечистое руками не трогай отделись от этого все это не твое а для него говорится куша на здоровье на здоровье что он ано и его детях не заботился наплевать ему было а евреях именно он начал заботиться с особым образом составляя ему отдельные мини да так вот нет бог не находится на роли слуги у человека вопрос не в этом вопрос точно не в этом вопрос в чем отделить одно от другого отделил только чуть позже и когда он отделял чуть позже он не это имел в виду призвал народ сказал им слушайте и разумейте сейчас буду говорить ничего понятно не будет предупреждаю слушайте и разумейте это значит слушайте внимательно будет непонятно не то что входит в уста оскверняет человека но то что выходит из уст оскверняет человека так не понял я же точно знаю если я буду кушать не чистое что произойдет со мной оскверниться оскверниться а он говорит что не осквернитесь не вопрос же видите что попало лишь бы вы говорили правильно то что выходит из вас вот это оскверняет по взрослому а то что вы можете съесть чего не того не вопрос непонятно согласно тогда ученики его приступив сказали ему знаешь ли что в арисе услышав сие слова соблазнились он говорит слушайте хорошо ты наговорил часть народа обиделась и ушло и что теперь а теперь они не поняли что ты сказал мы то с тобой давно мы уже к тебе привыкли ты такое вечно говоришь что ничего не понятно а вот мужики не поняли а мы что нам практически все понятно он же сказал им в ответ всякое растение которое не отец мой небесный насадил искоренится оставьте их ну не переживайте ну уж не себе бог смеет они слепые вожди слепые а если слепой ведет слепого то оба падут в яму ну в общем объяснил да что-то понятно было не он говорит слушайте да не переживайте ну они же приходят и говорят слушай ты такое сказал они обиделись и ушли говорят ну ладно не переживайте он говорит слепой ведет слепого под яму так и не переживайте ну не думайте про него ну ну и тогда Петр сказал ну и уже ладно нам прийти это то есть мы тоже честны если честно мы тоже не поняли почему ничего то есть они хотели сказать что они соблазнились поэтому ты объясни-ка им а мы послушаем может что-то уже понять но когда он говорит вы за них не переживайте он говорит ну ладно просто уже нам тогда давай объяснят потому что мы тоже ничего не поняли причем не поняли что притчу не это не про слепой слепого это в другой раз мы разберем пока мы про притчу что кушать что попало в море я говорю про притчу знаете что такое притча и насказание и насказание на самом деле я могу рассказать вам притчу какую-то притчу да и христос рассказывал притчу он говорил ну царство божие это говорит подобно тому как мужик нашел жемчужину на поле царство царство божие что жемчужина поле а почему здесь жемчужина поле царство божие а это притча это про другое я понял царство божие подобно дереву царство божие подобно чему-то да то есть он говорит о чем-то рассказывает да но на самом деле это не оно ну да на понятных примерах объясняет то что непонятно расшифровывает не шифрует а расшифрует но он сказал им так мы поняли ты ну не имел буквально ввиду того что сказал ты чего-то хотел нам объяснить вот этим примером ну притча какая-то такая да а прошу речь еще шла ну понятно что не про то что ешь и не про то что говоришь но про что-то другое ну притча же объясни так хорошо ладно объясняем я думал что вы в курсе говорит еще что не понимаете ну он вообще честно предупреждал слушать и понимать они точно не поняли он говорит так неужели вы еще не понимаете странным должны были бы уже взрослые уже достаточно ребята должны были знать что все же входит в пусто проходит через чрево и извергается вон процесс питьеварения вы сначала кушаете потом некоторое время проходит а потом идите извините адрекrif и через некоторое время не только похоже на правды Ну, ты не пойдешь. А если на правду будет похоже, то что сделаешь? А и не побежишь, да. Не то, что пойдешь. Слушайте, какие-то простые вещи, да? Но пацаны не понимали. Они там вот это стояли, слушали. Говорили, так, мы не поняли. Объясни нам притчу. И он им что объясняет? Говорит, ребята, сначала вы кушаете, а потом через некоторое время, извините меня, понятно, да, не будем говорить, что происходит. Вы уже в курсе, вы знаете. Это они не знали, а вы уже знаете, что делать. Да. А исходящий из уст, из сердца, из холи, цее, что делает? Они считали, что вопрос в пище. Че? Он говорит, нет, ребята, меня вообще интересует немножко другой процесс. Что находится в сердце? И закон данный до плоти с явствами, питьями, не мог соделать людей совершенными в совести. Ну, или в сердце. Он говорит, послушайте, я что-то вам дал, для того, чтобы вы что-то поняли. А вы, ребята, сосредоточились, извините, не совсем на том, что надо. Неужели непонятно, что оскверняет не это вот, от чего вы должны были научиться отделяться. Оскверняет тоже находится у вас внутри, в сердце. Проблема заключается не в том, что вы едите или не едите. Это вам дано, чтобы вы научились отделять одно от другого. А вы, то, чему вы были научиться, сделали главным, совсем не то. Вы начали главным делать то, что таковым не являлось никогда. Выполнение правила ради выполнения – это абсурд. Поднимите руку. Две. А теперь опустите. Поднимайте. Руку, руку, руку. Все нормально. Опускаете. Опять. О, хороший вопрос. Ради того, чтобы это делать. Будете долго этим заниматься? Не, я тоже долго не занимался. Смысла никакого нет. Делать ради того, чтобы делать. Есть смысл? Нет. Ну да. Теперь вы понимаете, что они витры. До сегодняшнего дня. Объясните, в чем смысл соблюдения кашиута. Мы делаем ради того, чтобы делать. А смысла никакого. Она же не чистая. То есть, животное само по себе витры чистый. То есть, овца чистая, животное. А конкретно взятая овца? Ну, быстрее. Чистая, нет? Я не спросил. Вторая, третья, четвертая, пятая. Первородная овца. Конкретная, взятая. Вот эта чистая? Нет. Почему были слова про первородство? Хорошо. Вообще, конкретно взятая овца. Конкретно взятая животное. Еще раз. Отлично. Овца чистое животное. Ветер. А вот эта овца. Ну, предположим, это овца. Эта овца чистая? Я же не вас спрашиваю, что в овце? Нет. Не надо. Даже звать священника не надо. Не чистое. Если, извините, первородная скота не было принесено в храм. Если десятина не была уплачена. То есть, в принципе, взагалей, овца, животное чистая, но конкретно взятая овца, извините меня, не чистая. Понятно, что первородство не имеет никакого отношения к этому. Источником чистоты был, извините меня, жертвенник. И должно оно было прикасаться к жертвеннику. А если жертвенника нет, то источника чистоты на этой земле не существует. Но есть у нас небесный источник чистоты. Жертва принесена в том святилище, на том жертвеннике. И, соприкасаясь с той жертвой, мы имеем источник чистоты и святости. Разницу чувствуют? На этой земле нету. И почему мудрые евреи додумались до того, что во времена Машеха все будет чистым? Все животные опять станут чистыми. Ну, есть такое мнение среди людей. И когда люди говорят о кашерной пище, и чистое нечистое, я спрошу, ребята, а вообще времена Мессии наступили? Если времена Мессии наступили, то я думаю, что все животные станут чистыми. Только не надо говорить, что я учил есть свинины. Предупреждаю. Я не учил вас есть свинины. Я так, абстрактно, не знаю. А? Все, все, все. Так. Все. Вы вдвоем. Вы вдвоем. Вы вдвоем. После занятия подойдете ко мне и объясните. А ты понял? О, к нему подойдите, он расставит. Хорошо? Договорились? Все, отлично. У нас есть на кого стрелки, теперь ты не водитель. Он понял? Итак, очень важный момент. Что конкретно взятые вещи, животные, какие-то ситуации. Если они расцениваются поверхностно, они на самом деле не дают нам понимания смысла для чего не дают. Закон о чистоте должен был научить отделять одно от другого. А мы исполнение него сделали центром и думаем, что он дан для того, чтобы мы исполняли. Нет, он дан для того, чтобы мы научились. Для того, чтобы мы не исполняли, не исполняли, в общем-то, совсем другое. Чтобы из наших не это не стекало. И вопрос был не в животных, как таковых. Вы знаете, морепродукты, креветки, чистый белок. Что плохого, я не знаю. Многие рекомендуют врачи, диетологи. Вопрос был не в их ценных питательных свойствах или отсутствия таковых. Разговор не о спиннике, там где-то разного метра. Вопрос совсем в другом. Ну, может быть, с ними, конечно, исключение справа. Есть диетологи страшные люди, которые... Я расскажу, знаете, что у спинины не потеет, вовнутрь все отдает. Это ужас. Живкое животное, я вам говорю. Что оно меня так волнует. Не надо, мы в еврейской общине. Я не засмею. Вы третий квит после служения. Квите после служения. Если вас интересует, как потеет свинья, это... Вам-то оно расскажет. Итак, понятно, что вопрос не в пище, а вопрос в чем-то другом. Итак, мои хорошие, жертва. Она была дана для того, чтобы мы чему-то научились. И чтобы мы поняли некоторые принципы. Первое, что нужно понимать. Что есть приближение к Богу. И что нам необходимо для приближения к Богу. Второе, что нам необходимо для приближения к Богу в плане очищения. И если Бог будет меня, если бы позволит, в следующий раз мы несколько больше поговорим об иступлении. Потому что есть еще часть, которая называется иступлением. Приближение к Богу. Отделение. Для того, чтобы приближиться. Третье иступление. И нужно понимать, что есть жертвы добровольные, а есть жертвы лучшие, которые вы обязаны приносить. Это еще одна грань, которая касается жертв. Понятно, да? Теперь есть у нас немного времени ответить на вопросы, если они есть. Но кроме свиней, да, и овец. Вопросы о домашних животных мы задаем. Да, есть вопросы? Подумай, у вас было недопрактически. Нет ничего. Ну, тогда вот. Деяние апостолов, 21 глава. Если мы откроем Деяние апостолов, 21 главу, мы увидим Павла, который пришел в Иерусалим. По прибытии наших в Иерусалим братья радушно приняли нас. На другой день Павел пришел с нами, и Иакову пришли, и все присвитили. Приветствовал их. Павел рассказал подробно, что Господь сотворил, сотворил Богу язычникам служением его. Они же выслушал, прославили Бога и сказали ему, видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. Ну, кстати, подстрочек, если вы возьмете, там написано, смотрите, сколько десятков тысяч иудеев. Скажите, можно ревнительным законом быть и не приносить жертву? И я ответил на вашу ответ. И, в общем-то, они предлагают Павлу, чтобы узнали о том, что ты не учишь всяким гадостям, что мальчиков не надо обрезать, что надо отступать в законное и сея. Говорит, есть у нас пару человек? И давай, жертву принесите. И Павел сказал, вы что, с ума сошли? Я в Новом Завете живу, никогда этого делать не будет? Или он что? Взял и пошел. Понятно, да? Причем учтите, что ситуация общая была такова, что они понимали, что жертва искупления на Йом-Кипур не принимается. Это свидетельство Талмуда. Что последние 40 лет жертва ни разу не была принята. То есть, евреи понимали, что они не искуплены в соответствии с тем законом. что весь народ не переживает искупления, потому что жертва не принята. Ну, понятно, что если жертва не принята, то, ну, можно расстроиться, ну, желательно не так, как Каин, конечно, но она у всех не принята была. То есть, все евреи понимали, что жертва не принимается. В том завете было принятие сверхъестественной одной жертвы. Одной единственной. Это жертва на Йом-Кипур, жертва искупления. Она имела свидетельство сверхъестественное, что она принята. Если нить будет как благодаря, как сверху были. Если нить не меняла своего света, то понятно было, что жертва не принимается. И по свидетельству Талмуда, 40 лет нить не меняла своего света. А, следовательно, все понимали, что жертва не принимается. И, ну, первые, кто мог сказать, ну, так, ребята, а смысл этим заниматься? Ну, а завет не верующих. Но они продолжали приходить в храм и принести положенные жертвы. Очень непростой период, который длился порядка 40 лет. Когда можно сказать, что параллельно был и жертвенник, и Новый Завет, они как бы жили на два завета. Но понятно, что суть эту они поняли лучше. Они поняли, что уже открылось это. И когда был разрушен храм, для них катастрофа не наступила, потому что они имели истинную жертву. Совершенную. Конечно, да, 40 лет. Да, да, да. После того Песоха, ну, свидетельствует тому, что завеса разорвалась, и жертва перестала приниматься. Это было на тот Песох, и со времен того Песоха больше этого ни разу не происходило. То есть они понимали, что они не искуплены. Где вы видели очищение храплений? В нескольких обрядах. Да, конечно. В нескольких обрядах. То есть тогда существовало очищение и водой, и кровью. Нечто надо было делать так, а нечто нужно было делать так. Отлично. Теперь у нас есть совершенное жертву. И нам дан один способ. Но украплением крови он очистил совесть нашу от порочных дел, от порочных мыслей. Вам еще надо какое-то... Вещей? Закон с питьями, с явствами, касаемых до плоти. Принцип отделения. А, окей. Я не понимаю. Вы знаете, что такое духовный принцип? Мы говорим о том, что вопрос нашей жизни, нашего хождения с Богом, это вопрос отделения. Если я мой дом отделил для Бога, и в нем проходит служение, я не пускаю туда негодных людей, не разрешаю пить в моем доме, не разрешаю курить в моем доме. Я отделил свой дом для Бога, а я не покрапил его водой, не помыл там всего. Что является сутью? Я не могу подслужить. Если вы... Хорошо. Я не знаю, где эта штука была. Ну, вот, я могу не знать, где она была вчера, третьего дня. Да? Я могу поделить и сказать, что я ее очищаю. Окей. Но на самом деле, я говорю, я ее отделяю для служения Богу. Ну, я хочу так сказать. В этом есть какая проблема? А какая проблема? Я прихожу, я говорю, я не в смысле ее помыл, я ее в смысле отделил. Я хочу сказать громко об этом, чтобы вы все присутствующие знали. Я ее отделяю для Бога. Я ее очищаю, освящаю, посвящаю для Бога. Но я не говорю о неком магическом действовании и неком таинстве, которое здесь должно произойти. Я понятно выражаю? Зачастую люди, они подразумевают некое духовное таинство. А я его не вижу в Писании. Я проще с ними говорю еще. Я знаю людей, которые кропили кровью Христа, двери, окна, жилища. Я не понимаю, извините. Вы живите богобоязненно в этом помещении, и все будет добро. А от того, что вы совершили некое ритуальное действование, позвали папа и здесь все побрызгали, ничего не произошло, ребята. Проблемы могут обокрасть. Все. Это нормальная тема. Люди хотят таким образом выразить отделение, но думают, что это отделение поможет им избежать воровства или еще чего-то. Понятно, да? То есть, сейчас я закончу. Я не верю в некоторые таинства, которых я не вижу в Писании. Я верю в таинства, которые описаны в Писании. Понятно, да? И некоторые ритуальные формы заклинания или исповедания, я в них не очень верю. Спасибо. Продолжение следует...